В Новочеркасске в микрорайоне Донском прохожий спас умирающего бездомного пса, мужчина увидел на улице несчастную собаку, в голове у которой торчал какой-то предмет вроде трубки. Прохожий не смог пройти мимо мучившегося от боли животного и позвонил местным зазащитникам. В Новочеркасском микрорайоне Донской нашли бездомную собаку, голову которой живодеры пронзили металлической трубкой. Мужчина, проходивший мимо, вызвал на место зазащитников, прибывшие специалисты предположили, что в бедное животное выстрелили из арбалета, а затем бросили умирать, пса уже доставили в ветеринарную клинику Новочеркаска. Оперировала пса известный специалист Анна Барышникова, которая профессионально удалила инородные предметы из головы. 23-летний Александр из Новочеркаска, который в микрорайоне Донском нашел расстрелянного живодерами пса историю спасения животного. Настоящий герой пожелал не называть свою фамилию, потому что не хочет славы и считает свой поступок самым обычным, по его словам, так должны вести себя все нормальные люди. «Я увидел собаку около своего дома, погрузил в машину и сразу отвез в ветеринарную клинику, там ей провели операцию и извлекли два 10-сантиметровых арбалетных дротика из лобовой кости и затылка», — поведал Александр. Дворняжки уже успели дать имя, Мишка, сейчас он начал проходить курс реабилитации, ему назначили лечение и дают антибиотики, а страшных увечьях, нанесенных мерзавцами, напоминают швы и зеленка. «Возраст собаки около года, многие знали ее и часто подкармливали. Очень жаль, бедное животное, когда я обнаружил его, он лежал с жалобными глазами, было видно, насколько Мишке больно. Больше всего поразило то, что после операции пес сам выбежал встречать меня», — отметил душераздирающий факт герой истории, на восстановление собаки уйдет чуть больше 10 дней. «После всех процедур Александр заберет ее из клиники и отдаст в семью знакомой девушке сотрудницы скорой помощи казачьей столицы. Конечно, теперь я буду постоянно навещать его. А что даны людей, искалечивших Мишку, пусть их по заслугам наказывает государство, не могу ответить, как бы с ними поступил я», — рассказал Александр. В пресс-службе ГУМВД по Ростовской области сообщили, что полицейские уже начали искать преступников. Работа ведется на основе информации, размещенной в интернете. Субтитры создавал DimaTorzok